И неизменно она прекрасна. Такими словами художник Геннадий Козлов воспевает красоту чувашской земли. В художественном музее открылась его юбилейная выставка пейзажей. Первыми увидели новую экспозицию друзьям, коллеги художника по цеху, критики и наша съемочная группа. Выставка – это своеобразный дневник художника. На его страницах пейзажи родной земли, Волга, поля, леса. Все полотна Геннадия Козлова, а это более 200 произведений, пронизаны любовью к родине. Эта экспозиция – как подарок самому себе 55-летию. Это некий итог, это некий рубеж. Я организовал эту выставку, чтобы показать ценителям искусства, землякам своим, своим родственникам, друзьям по цеху, коллегам, то, чего я смог достичь в погружении в такое тонкое искусство, как пейзаж, как пейзажный жанр. Это действительно очень сложный жанр. Это не просто картинки, это проникновение в суть, изображаемое в природу. Критики отмечают, что в начале творческого пути Геннадий Козлов писал так называемые лирические пейзажи. В последних же произведениях преобладают нотки романтизма. Яркая палитра красок, золото и багряный цвет осени, свежая зелень весной, прозрачный воздух зимы. Словно все краски жизни, все светлое и радостное передает художник в своих работах. Художник стал светло одухотворенным, приближающийся к небу и облакам. Вы знаете, вот именно эту черту восприятия мира я для себя открыл на этой выставке. В произведениях Геннадия Васильевича я вижу далеко не бренность, а сосуществование, точнее вхождение человека в этот мир и даже, может быть, обретение миром человека и человека, человеком мир. То есть это какое-то взаимодействие происходит. У Геннадия Козлова рождаются живые и понятные, знакомые образы. Высокое небо с легкими облаками, отдаленные холмы, покрытые лесами, цветочные луга, величественные стройные сосны с зелеными макушками. Его картины теплые и атмосферные, и хочется разглядывать, в них хочется жить. К следующему юбилею художник обещает создать новую серию полотен, поделиться со зрителем своим самым заветным и сокровенным. Галина Титарчук, Дина Кустова, Ара Нагавелян, Республика.